Привет, я Энни Мэджик, со мной тут мои питомцы Устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня будет новая очень крутая рубрика Усатый инстаграм И мы не просто будем смотреть инстаграмы классных песиков Я еще расскажу вам, за кем я подглядываю в инстаграме И покажу то, от чего я, ребят, была реально в шоке Двойника своей собаки Юмичу только из Японии И покажу реально существующих двойников остальных моих собак, которых я тоже нашла в инстаграме Подписывайся на мой канал, чтобы не пропускать новые ролики и начнем Сегодня я выбрала вопрос, какие инстаграмы о питомцах ты смотришь, не считая зарубежных Вы тоже можете задавать свои вопросы в комментариях к этому видео Первый час я на них отвечаю, а какие-то беру в ролики И сегодняшний усатый инстаграм будет именно про собак А если вы хотите такой же про кошек, вон там моя киска Алиска То ставьте лайк этому ролику и я его обязательно сниму И да, кстати, про ролики на других каналах На Magic Pets новое видео и на моем канале Animagic распаковка посылок Так что потом обязательно их посмотрите Сначала я быстро покажу иностранные инстаграмы о животных Из них я смотрю только пять таких прям самых популярных Которые вы, скорее всего, уже все знаете Это очень крутые фотки белого бультерьера Кто помнит белый бультерьер, это моя мечта из прошлого Это четыре офигенных собаки с прикольными фотками и уже 1,6 миллионов подписчиков Локи the wolf dog Это вообще Локи, это собака-волк Очень красивый инстаграм В основном из-за фотографий на природе У него 1,7 миллионов подписчиков It's due the pack 3,3 миллиона Очень милляшного мопса Просто много мемасных стильных таких фоточек Buddy Boo Waggy Tails Ну, конечно же, инстаграм всемирно известного шпица по имени Бу Дальше будут русскоязычные, за которыми подглядываю я Но сначала, ребята, про двойников Многие собаки могут быть очень похожи, практически идеально одинаковыми Если они одной породы и одного и того же окраса И особенно, если вы не знаете лично эту собаку, с ней не знакомы, видите ее в первый раз Вот, посмотрите на этих двух собак Сначала вы вообще вряд ли заметите различия, хотя это абсолютно разные собаки Так вот, у моих первых собак, брата и сестры Софии и Эйвена Я сейчас вам их поближе покажу Не так часто встречаются двойники, потому что у них довольно редкий окрас, мраморный Но так как в Америке он распространен, а их мама и папа из Америки То в США и Мексике больше всего собак в инстаграме, похожих на них Но у Эйвена и Софии очень уникальные мордочки Поэтому редко можно увидеть прям совсем таких же собак Но иногда я натыкаюсь на почти что двойников Например, один из двойников Эйвена Мраморный чихуахуа с голубыми глазами по имени Джаз Он даже родился 7 апреля 2010 года, почти как Эйван Они ведь правда очень похожи, только он живет в другом конце мира И у красотки Софи тоже есть двойник в другой стране по имени Элиэс Спешл А вот у Миши и Юми окрас более распространенный, шоколадный Только у Миши молочный шоколад, светлый, очень популярный окрас и просто ну совсем стандартная чихуашья мордочка Так что у Миши очень много двойников по всему миру и в России в том числе А у Юми темный шоколад и менее простая мордашка Поэтому похожих собак на Юми Чу я вижу не так часто И вот волшебное совпадение Я назвала Юми по-японски Юми Чу, потому что мне так взбрело в голову Но я часто бываю в японских инстаграмах, в том числе собак И тут я натыкаюсь вот на эти фотки Первые несколько секунд я реально была в шоке, ребят Я пошла в этот инстаграм, tina-chan43 И увидела еще несколько очень похожих на Юми Чу фотографий Собаку зовут Тиана, она родилась 3 апреля 2017 года То есть на 3 месяца младше Юми Чу Но на самом деле это всего лишь несколько фото И если приглядеться хорошенько к остальным Становится заметно, что они все-таки не похожи с Юми У Тианы намного более длинная морда и длиннее шея, чем у Юми И совсем другой взгляд То есть правда бывает просто удивительное сходство Особенно если собаки одной породы и одного окраса Но все-таки это больше для чужих людей Настоящий хозяин свою собаку ни с кем другим не спутает И сразу поймет она это или нет А теперь давайте я покажу русскоязычные инстаграмы песиков За которыми я подглядываю и расскажу почему Потому что русскоязычные инстаграмы я выбираю как раз вообще не по количеству подписчиков А те, где мне нравится либо сам питомец, либо фотки прикольные, либо интересные посты Пирожочек! Вот эти 17 инстаграмов, на которые я реально советую всем вам подписаться Это ни в коем случае не реклама Я сейчас их покажу и расскажу почему именно мне они нравятся А ссылки на них всех я оставлю там внизу в описании И там же будет ссылка на инстаграм моих питомцев Подписывайтесь и поехали! Первый это Тоши Рус Офигенный сибаину, который плавает на сапе Милота просто зашкаливает Очень милый пес с такими же милыми фоточками Именно поэтому я наверное люблю эту инсту Потому что я сама плаваю на сапе Вторая инста Мики Нопа Блок о дворняшке из приюта, которая сделала людей счастливее Ну и вообще это просто очень прикольные фотки И блок от лица собаки Мики Все, кто потерял весну, не беспокойтесь, я ее ищу Дворняшка из приюта и ее новая жизнь Это то, что на меня всегда реально срабатывает и цепляет меня Третье инста Блик Тут мне просто нравится наблюдать за жизнью Лизы и Кика Потому что это не просто красивые фоточки Очень дрессированной собаки И для меня супер пример Что все-таки есть еще в нашем мире молодежь Которая заводит собаку не для развлечения Инстаграм вега sgrt Это инстаграм пэт фотографа с тремя собаками Вегас, Ума и Тила Мне нравится, что фотки все профессиональные и супер красивые И посмотрев эту инсту, реально хочется у них заказать фотосессию своих питомцев Ветеринар в инста Это ветеринар-блогер Кристина аж двумя классными собаками А вот у Кристины можно найти не только просто какие-то симпатичные фоточки Но и очень много полезных советов о животных Ну, в принципе, именно поэтому, наверное, я ее читаю Алена Боровская Это такой красивый инстаграм о жизни маленькой и миленькой девочки булочки и собачек породы шпиц Не только красиво, но и шпицов там несколько Прям как у меня чихуашек Седьмое это Симпапи Удивительная жизнь китайского хохлатого суриката по имени Лоник Он реально просто какой-то очень милый И мне, опять же, нравится, что фоточки от лица собаки Вот эта вот смешная такая Упс, я тут голенький Ой, а я по жизни голенький Александра энд Константин Ария, Дуся и сказка Очень классные фотки собак, чья жизнь кардинально изменилась Я люблю такие трогательные истории У меня одна спасенная собака Миша и одна спасенная кошка Киска Алиска А у ребят, Саши и Кости, музыкантов, аж три спасенных собаки Девятое, Гэри Фрэнч Бульдог Кстати, Гарри рождественский щенок, потому что родился 25 декабря Почти как Юмичу, только она родилась 27 декабря Безумно милый Гарри, который перевернул мой взгляд на бульдогов, правда Десятое, One Love Husky Лидия Дружинина и ее хаски Хаски много не бывает Я лично могу смотреть фотки с хаски бесконечно Нереально милая порода К тому же Лидия еще и сама зовут Чик Хаски А это значит, что она близко знакома с этими собаками И значит, я могу узнать и увидеть что-то, чего не будет в каких-то стандартных статьях из интернета 11. Дакс Твикс Очень милый такой домашний инстаграм красотки Чао-Чао Деллы А еще кошечки Фросси и котиков Бумера и Бонни Так просто и душевно, но я еще наблюдаю за этим инстаграмом и за Чао-Чао Это еще одна моя маленькая мечта 12. Ксения Дакс Это Ксения из Питера и вот тут мне нравится, что можно посмотреть на самых разных собак На самых разных фотках Это инста про дрессировку и передержку собак, которые приходят заниматься Или живут с Ксенией С Ксенией, как сложно произнести Да, именно из-за этого я наблюдаю за этим инстаграмом 13. Я читаю Пэтс Клуб Томск И они покорили меня тем, что у них написано Объединяем собакозависимых и дружим с коттеманами Вот это меня, наверное, зацепило Но у них еще много прикольных фоток Много постов с полезной информацией И необычные посты и истории Например, про девушку Нину, спасающую птиц Вот это реально какое-то геройство И прям, вот, вообще, у меня слов нет 14. Сайбериан Хаски Перм Это клуб ездового спорта Киперборея Хаски просто рождены, мне кажется, для этого Им в кайф такая жизнь И по ним это видно, как они счастливы жить в условиях природы и движения А не сидя целыми днями в квартире Про хаски, запертых целыми днями в квартире, мы еще как-нибудь поговорим 15. Хавана Чемпион Хавана это Парсон, Рассел Терьер Чемпион России, чемпион РКФ Много призов в аджилити Короче, супер-мега-крутая собака И эта инста полностью про нее Предпоследняя шестнадцатая Бир Паулин Хозяйка пса Шелдона из фонда Сильная Лара Очень классный пес Я просто рада, что он нашел дом И его жизнь кардинально изменилась Я обожаю всякие вот такие истории спасения И мне теперь интересно наблюдать за этим инстаграмом Я смотрю, как этот пес живет, развивается Как он счастлив в новой семье Думаю, у кого из вас есть собака или даже нет Знает, что такое семейно-развлекательное йорк-шоу А это просто их инстаграм Не только красивые фоточки милых йориков Но и очень-очень много полезных советов Я вообще давно хочу попасть на это шоу Но у меня все никак не получается Всегда почему-то, когда я начинаю снимать видео Все перестают беситься и тупо ложатся спать И спят Но не буду же я их заставлять сидеть тут И смотреть на вас, пока я снимаю ролик А вы отмечайте своих друзей на наших фотках в инстаграме питомцев И я буду вас за это лайкать Переходите по ссылочкам на новые ролики на других моих каналах И увидимся скоро